День, хорошее весеннее настроение, предпраздничное. И за горами у нас скоро праздник Пасхи, такой светлый хороший праздник. И у нас такое хорошее настроение, и мы что-то сделаем, да? Что мы будем делать? Мы будем лепить течек, зайчиков и может черепаха. Будем делать булочки, да? В виде животных и птиц. Булочки в виде животных. Для деток это будет интересно. И аппетитно, да? А что птичек? Потому что когда-то в старые времена люди думали, что весну приносят птички на своих крыльях. И если зима злилась, не хотела уходить, весна стучалась в окошко и гнала зиму прочь. Зима не даром злилась, а прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. Люди тогда брали, пекли из теста такие булочки в виде птичек. И радовали весну своими такими изделиями и приглашали весну в гости. Ну, мы, конечно, весну не приглашаем, потому что Бог умный, и Он все посылает вовремя. За зимой приходит что? Лето. Весна, а потом лето, осень. Мы просто сегодня, так как у нас хорошее настроение, решили побаловать себя такими интересными изделиями из теста. Мы сегодня будем делать птички-жавороночки. Тебе кусочек? Тебе кусочек тебе? Возьмем мы наши колобочки теста и что сделаем? Раскатаем такие овал сначала, такие колбаски и раскатаем. Если кому-то будет плохо катать, можно поверхность немножко подсыпать мукой. Ты можешь просто чуть-чуть, чуть-чуть пальчики смочить в мою руку. А как же мы эти птички сделаем? А как, смотри, мишина. Сделаем. Колбаска должна получиться такой длины, как две ваших ладошки. Срединка, чтобы желательно была потоньше, а краюшечки были потолще. Типа как косточка для собачки. Потому что из края, одного края толстенького будет у нас голова. А одна хвостик. Одна хвостик птички. Поэтому мы стараемся вот эти вот краюшечки не раскатывать, а раскатывать ручками только середину. Дарина, какая ты у меня умница золотая. Моя девочка, маленькая птичка наша. Как она хорошо работает. Девочки, посмотрите внимательно, как мы теперь вот это. Видишь, у нас получилось два краешка толстеньких. Голова и хвостик. Срединка тоньше, на две ладошки. Теперь мы сделаем как будто бы узелочек. Как будто бы узелочек. Колечко. Протягиваем головку. Среди этого теста. О, посадили птичку. Сделали ей хвостик. Сделали ей клювик. Вот хохолок такой. Клювик чуть-чуть побольше. Хохолок. В общем, из зубочисточки мы сделаем дырочку. У тебя такой хвост огромный. И вставим. Для чего мы откорректируем. Павлин, да, Дотя? И сделаем у каждой птички разный хвостик. У кого-то поменьше, у кого-то побольше. Это нормально. Это творческое утро. Птички у нас бывают разные. Например, у воробья маленький хвостик может быть. А у павлина побольше. Ой, что-то у нас тут это. Видишь? Такая птичка получилась. Клювик. Можете дать? Могу дать. Вот вам. Мы давай тебе эту. Нет, я же маленькую. Маленькую. Тогда хвостик чуть-чуть мы подправим. Да, чтобы он был не на одну сторону наклонен. Сейчас я свою птичку посажу на противень. И помогу с твоей птичкой разобраться. Так, Лана делает птицу. Ну что, получается, Владочка? Да. Я делаю. Нет, делает для... Отверстие для глаз, да? Да. Ты идешь впереди. Покажи, а ты ручкой прикрыла, я не вижу. Ой, у Лады лучше все. Маме, я там лупа. Да. Маме, я там лупа. Давай, делай. Маме, я там лупа. Дочка, ручку забери, не вижу. Маме, я там лупа. Подожди. Ты зубочисточкой так оттяни тесто, вставь сразу горошек и все, потому что это оно все равно будет быстро затягиваться. На тебе горошек. Маме, я там лупа. Хохолок поправь, клювик поправь. А я... Ой, какая птичка, просто отлично. Какие красивые птицы. Булочки у нас просто замечательные будут. Чудесно. Разведение, шедевры. А почему они будут хорошие? Потому что мы их сами сделали, да? Да. Они купили. Владочка, я на противне разрежу, а то так будет плохо, как будет хвостик и... Отличная птица вышла. Покажи, Влада, покажи. Ой, какая птичка. Молодец, Слати. Лесные звери имеют зимой белую шубку, а летом серую. Зайчик, зайчик. А чего зайчик? Тише. Потому что... Чего это он меняет эту шубку свою? Зимой, когда снег падает, ему тяжело будет. И он меняет... Тяжело бегать, тяжело или прятаться? Тяжело прятаться. И когда он меняет шубку, у него белая шубка. Ага. И когда он... Земля... Ему легче спрятаться в снегу, когда у него белая шубка, да? И когда волк или лиса старается его найти, его не можно найти. А он прямо близко, вот зених, лежит в снегу. Значит, сейчас следующий у нас зверюшка будет... У нас были птички, которые приносили на своих крылышках весну. А сейчас у нас будет зайка, побегайка. Будем лепить сейчас зайчика. Все американцы на Пасху, на Истер, делают такие всякие бани. А мы сделаем из теста булочки бани, да? Да. Зайчиков таких. И угостим мы этих зайчиков чем? Что зайка любит кушать? Морковку. Морковку. И ты, да, морковку? Вот так раскатываем. И делаем, девочки, уже такую тоненькую-тоненькую полосочку. Колбаску. Тоненькую-тоненькую колбаску. Илона, ты прям больше всех работаешь. А теперь посмотрите, обратите внимание. Сначала посмотрите, как я сделаю, а потом будем говорить. Возьму одну морковочку, которой я угощу зайку. Подожди, у тебя еще колбаска толстенькая. Нужно ее тоньше сделать. Сделаю ее вот так, сложу эту колбасочку пополам. Это у нас будут ушки. Видишь, какие ушки длинненькие. А это у нас как лапки туловища. Ой, сейчас. Нашу колбаску сложили пополам. И вот так приподняли. И вот слегка выворачиваем, делаем как петелечку. Просовываем сюда морковку. Морковочку. Другую тоже делаем как петелечку. Выворачиваем. Делаем морковочку. Это у нас получились вот две лапки, которые схватили морковку. Это получилась у нас головка и такие большие ушки. У зайка какие ушки? Большие, да? Бабы, да. И так же само. Сделаем глазки из перчика. Проткнули. Сейчас я тебе помогу тоже. И зайка. Ой, какой у нас хороший ушастик вышел. Вот такой у зайчик. Красивая булочка будет. Покажи. Влада, ты изумительная. Ты вот просто... Влада, лучше всех получается. Подожди, мы за черепаху пока без не... Это прям у тебя такой заяц выйдет. Чемпион самый большой. Для него это морковка. Давай мы разрежем на пополам. Это что-то сильно. Два зайца. Два сделаем. Давай сделаем. Близнецов. Да. Сейчас с тобой закончим, а потом Дариночке поможем. Вставили морковку. Подожди, что это одно колечко. Ой. Подожди, что это мы за одно. Раз. Колечко. Два колечка. Вот. Лапки вышли. Держат хорошо морковочку. Ушки. Такие ушки у нас. И головку так сделаем. Так, теперь где твои зубочистки? Чистые дырочки, а ты быстренько-быстренько вставляешь горошки. Глазки. Давай. Раз. Вдавливай. Давай. Горош. Горош. Раз. Раз. Второй. Ой, какой зайка. Так, вот у него две лапки. Большой и маленький. Два ушка. И замечательная морковка. Ой, какие я положу аккуратно на противень. Это как зайки. Да. Влада всё работает над своим зайцем. У нас тут и так хватает уже и птичек, и зайчиков. Подходят наши птички, подходят наши зайчики. О, у тебя прям зайка с ротиком, а это ещё лучше сто раз, чем у нас. Хорошо, супер. Так, где у нас зайчики? Нет, ты тоже хочешь погрызть морковочку, как зайка? Вкусная морковка, сладкая. Давай, зайка моя. Давай сюда. Давай морковочку бабушку протянь. Вот. Две лапки. Ох, это вот наши ушки. Очень уже большие у тебя вышли. Мы это уберём, лишнее тесто. Сюда положим. Так. Вот сюда положим. Сделаем ушки. Я его сюда положить. Поменьше. Ну, что-то ещё большие ушки. Вот так мы их сделаем. Откорректируем. Я мячик делаю. Делай мячик. Будет просто булочка. Мама. Так, глазки, да, зайка? О, ты вспомнила, что у зайки есть глазки, да? Давай, вставляй горошек сюда, в дырочку. Вставляй. Моя умница сильненькая. Давай сюда ещё. Давай, давай. Вставай. Сюда в дырочку. А ещё как у Влады ротик сделаем. Давай, ротик. Такой одна. Ротик ещё. Ой, какой у Дарины зайка вышел. Ой, какой зайка. Покажи, покажи, зайка. Да смотри, какой красивый, миленький. Такой, какой. Ой, супер. Забери ручку, мама покажет, какую. Как зайка прыгает, как лапки. Вот так. И прыгает. Прыг-скок, прыг-скок. А посмотрите, как я сделал мячики. Смотри, как удобно я их взял за морковку и положил зайку нашего на противень. Честно, я придумала сделать такой вот маленькой птенчика. Ой, какая красота. Ты молодец. Не знаю, что. Будет хорошая булочка. Потому что птенчики появляются, да? Да. Хорошо. Баречка будет. И вот ещё одна бабечка. Выглядит как торт. Это Илон, оно. Шар какой-то. Сейчас ещё много наших колобков. Давайте мы пофантазируем. И из остатков теста мы приготовим... Ой, у тебя зайка красивый. Покажи маме, какая зайка у тебя. Мама, это зайка. Зайка. Я там молода. Девочки, из остатков теста мы сейчас с вами пофантазируем. И... А что... Девочки, угадайте. Вы будете знать, что мы будем делать следующее. Кто возит на себе свой домик? Улитка. Улитка ещё кто? Черепаха. Черепаха. А что если мы сделаем с вами из остатков теста черепашку? Хорошая идея? Да. Есть голова. Голова. Панцирь. Панцирь. Или ножки. Ножки. Сколько ножек? Четыре. Четыре ножки. Хвостик. Хвостик. Да? И давайте мы тогда сделаем так. Кусочек нашего теста мы отложим на туловище. Кусочек на две лапки. Кусочек на две другие лапки. И одна часть на панцирь. Посмотрите, что я буду делать. Из большей части сделаем вот такую колбаску. Одну часть можно не раскатывать сильно. Это будет головка. Раскатаем только средину и так дальше. Это будет голова и хвостик. И с другой части мы сделаем две лапки. Сделаем две лапки. Такую тонко-тонко раскатываем колбаску. Дариночка, сейчас я тебе дам. Ой, посмотри, какая прелесть. Это наши туловище черепашки. Это будет одна лапка передняя и одна задняя лапка. Делай, Луночка, делай. Сейчас посмотрим. Ой, вот что так. Дарина! Вот, вторая у нас лапка. Дарина! Девочки, тиши, посмотри, да. Вот. Туловище, голова и хвостик. Передняя и задняя лапка, передняя и задняя лапка. А сверху что мы делаем? Панцирь! Панцирь! Какой он формы? Круглый, да? Её можно раскатать скалкой, а можно придавить ладошкой. Кому тяжело, может раскатать скалкой. Сделаем мы надрезики такие. А мне тяжело сделать, ну, эф. Я сейчас помогу. Это всё-таки мы делаем первый раз, поэтому кому-то это быстрее. Девочки, посмотрите. Вот такая вот черепашка у нас вышла. Вот, ещё тесто подойдёт. И так же вот хвостик у неё такой остренький будет. Лапки. Вот, передняя и задняя. И лапы отменные опять. Да. И вставим мы голову, вставим. О, ты глазки делала или не надо? Можно не делать, да? Глазки. Бабушки. Ой, у кого, мне кажется, что у Влады вышла лучше, чем у бабушки. Да, у Влады очень красиво вышла. Такая хорошая ещё. О, замечательно. Всё пропорционально. У бабушки какие-то у черепахи лапы вышли огромные. Посмотри, какая творческая девочка. Ещё хвостик приподнял. Не, он небольшой, он такой тоненький. Хватит. Не надо его захибать. Ой, как красиво. Молодец, Доча. Какая булочка красивая выйдет. Так, всё, Влада. Всё остальное доделывает Влада. Посмотри, какая прелесть. И Луна. У-у-у, классно. Молодцы. Вот. Бабушкина идея, а Владочкина воплощение лучше вышла, чем у бабушки. Ну, молодец. Молодец. На тебе вот два горошка. Я люблю. Ай, Миш, какая прелесть. Владочка, у тебя прям умелые ручки. А вообще я очень довольна моими внучками. Носик. Нос. Есть носик там? Илоны такие замечательные умелые ручки. Покажи свои умелые ручки. Какие у тебя ручки хорошие? Ой, какая прелесть. А у тебя умелые ручки? Ты умеешь всё делать? Покажи свои ручки. Нет. Нет? У тебя тоже умелые ручки? Ты так хорошо раскатывала. Ой, мои ручечки хорошие. Владочки какие. Золотые ручки. Три. Ставьте лайки. Если вам понравилось наше видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Нам нужно доделывать наши булочки. Маме, булочки. Да. Смотрите, какие классные булочки у нас получились. Воздушные. Мягкие, да? Мягкие, да. Как скучи получились. Так, прям аппетитные. И сейчас мы их попробуем с молоком. Мне прям не деда их попробовать. Какие черепашки, да? Да. И зайчики. Такой, один маленький глазик, а второй большой. Просто объедение. Дарина тоже хочет, плачет. Ням-ням. Объедение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok